Вино для чайников известен в Австралии, считается таким лицом австралийского виноделия. Во Франции есть такая долина Роны, Кот-де-Рон, где, в общем-то, сорт винограда Сера и родился. Родился, рос, цвёл, но потом наступил год 1831, и приезжает Джеймс Басби. Это человек, который считается отцом австралийского виноделия. И он привозит черенки виноградных лос сорта Сера в Австралию, привозит их в Сидней, в ботанический сад. И только спустя 8 лет они отправляются в Южную Австралию, где, в общем-то, и развивается виноделие в тот момент. А потом, в середине XX века, происходит невероятное. Австралийский Шерас приезжает на конкурсы во Францию и занимает первые места. 1951 год. Фирма Penfuls, сегодня всемирно известная, выпускает своё вино Гранж. Великим экспериментатором оказался Макс Шуберт, который решил подержать гроздья виноградные на лозах чуть подольше, чтобы они оказались чуть перезревшими. Вино вышло более насыщенным, ароматным, более алкогольным, и, можно сказать, покорило мир. Сегодня практически каждый поклонник австралийского Шераса знает, что такое Penfuls Grunge. Австралийский Шерас производится в разных стилях. Он бывает более насыщенным, серьёзным, он бывает более приятным и понятным, не самому опытному начинающему любителю вина. Но вот что объединяет австралийский Шерас, и что нечасто встречается в других винах, это неожиданный запах эвкалипта в вине. Очень долго не могли понять, откуда он оттуда берётся, и проводили всяческие эксперименты. А потом выяснилось, что в корзины, куда собирают виноградные гроздья, туда же падают листья эвкалипта с деревьев, и они придают этот аромат. Потом эти гроздья попадают и в чаны, где дробят ягоды, и листья тоже отдают свою эту эссенцию. Французский Шерас ассоциируется с большей, возможно, тонинностью, мужественностью, очень перечным послевкусием. Поэтому в некоторых местах, например, в Котороти, в него добавляют немножечко вина из белого сорта винограда, до 4%, просто чтобы округлить и смягчить наше впечатление от него. А сегодня мы будем с вами дегустировать и австралийский Шерас, и французский Сера, и сравнивать, чем же они различаются, а также пытаемся понять, какие нотки у них остаются общими. Виноград-то один и тот же. Начнём с австралийского производителя. Yellow Tail, Жёлтый хвост. Очень любят австралийские производители на свои этикетки помещать кенгуру. Поэтому перед полкой винной в магазине можно и запутаться. В данном случае это такой большой производитель, которому можно доверять. Он давно зарекомендовался на рынке. И вино, которое мы сегодня дегустируем, 2013 года. Но не надо бояться, думать, что оно только-только с винодельни. В Австралии время течёт немного по-другому. Когда у нас зима, то у них лето. Когда у нас лето, то у них зима. Соответственно, сбор урожая у них наступает на полгода раньше, чем у нас. Поэтому 2013 год для вин противоположного полушария – это вполне логично сейчас на винных полках. А давайте смотреть, что у нас за вино. Довольно насыщенный цвет, яркий, красивый. С лёгким фиолетовым оттенком. Это указывает не только на молодость вина, но и на то, что оно, возможно, не очень кислотное. Аромат. Здесь присутствуют характерные для шераза, прежде всего, нотки чёрного перца. Ягоды здесь не тёмные, нельзя так сказать. Ягоды, скорее, красные, смородиновые тона. И дикая вишня, такая кислая ягода. При этом есть такой ликёрный запах, такой запах сладкого алкоголя. И чувствуется лёгкий запах эвкалипта. Если прислушаться, это как раз то, о чём я говорила, характерная нота для Австралии. Вообще аромат приятный, тонины чувствуются мягкие, ничто не раздражает. Попробуем вино на вкус. Приятное вино. Чувствуются танины, но танины ягодные. Они не режут, не сушат слишком рот. Это не те деревянные танины, которые даёт слишком новая бочка. Ягоды чувствуются, чувствуется вишня. И в послевкусии очень отчётливо чувствуется чёрный перец. Вообще вино приятное, пьётся легко. И его можно пить даже просто так, в компании друзей. Давайте продегустируем и второе наше вино, сера французский, и сравним их. Это будет очень интересно. Вообще, сера родом из долины Роны, но очень воспространён на юге Франции. Очень часто используются в смеси. Смесь называется ГСМ. Там используются три сорта винограда. Гренаж, сера, мурведр. Но я умудрилась найти бутылку чистого сера. Ни с чем не смешанного. Наверняка мы этого не знаем, потому что по закону, если на бутылке написано один сорт винограда, значит, его должно быть минимум 85%. Будем надеяться, что здесь сера немного больше. Это даст нам больше представления о характере этого сорта винограда. Я так думаю, что мы встретим сейчас что-то более жёсткое и более интенсивное, чем то, что мы увидели в австралийском варианте. Сера, который стоит передо мной, 2011 года. И оттенок у него менее фиолетовый, переходящий ближе к ржавому. И это абсолютно нормально. Это указывает на, возможно, более высокую кислотность. А в то же время на то, что это вино уже некоторое время провело в бутылке. Посмотрим на аромат этого вина. Эти вина действительно очень интересно сравнивать. Из австралийского шераза всё-таки очень такие ягодные, приятные, мягкие тона. То есть здесь ягода остаётся на втором плане. Чёрный перец, орех, бразильский орех, какие-то землистые запахи, они оказываются на первом плане. Вообще аромат очень пряный, насыщенный специями. И только потом мы пытаемся угадать за всем этим ягодами. Вишни, сливы и нежелинку. Такой запах не сочный, как в австралийском шеразе, а скорее сухой. Очень табачный, табачный лист так пахнет. Очень вдумчивый аромат. Давайте пробовать. Очень интересно. После такого аромата я даже настраивалась на то, что вкус может быть слишком жёстким и резким. Но нет, танины достаточно мягкие, обволокли рот, но... Я чувствую себя довольно комфортно. Я чувствую пряные... Танина остаётся во рту ещё на некоторое время, но перед этим мы успеваем прочувствовать и небольшую сладость, и горечь, и пережить даже целый спектр ощущений. Несомненно, послевкусие у него немного дольше, чем у австралийского шераза. Я могу сказать, что перед нами находятся два совершенно чудесных вина, которые подойдут к разным случаям. Если австралийский шераз вполне себе подходит для того, чтобы пить его даже без всяких закусок, то французский сера всё-таки требует какого-то дополнения в виде еды. И сюда можно порекомендовать, конечно же, и сыр, но сыр это будет ни в коем случае никакой нелёгкий, ни с белой плесенью, он окажется слишком слабым для этого вина, и вино перебьёт вам всё удовольствие. А скорее сюда подойдёт выдержанный твёрдый сыр, типа пармезан, такой насыщенный вкусом, танинный сыр, который будет согласовываться с танинами в этом вине. Но если такой сыр подойдёт к обоим винам, то с мясом будет уже немного поинтереснее. Конечно же, не белое мясо, не птица, даже, наверное, не свинина. Хотя сюда, к австралийскому, ещё подойдёт свинина в каком-то, наверное, более тёмном соусе, ягодном соусе. Но, в принципе, красное мясо – это такой верный путь, но французский сыра – это даже дичь. Причём дичь может быть довольно серьёзная. Может быть, лосиное мясо, оленина, мясо кабана даже. К австралийскому тоже подойдёт дичь, но более лёгкая. Я думаю, что утка была бы сюда прекрасным вариантом. Итак, австралийский и французский. Французский мы имеем более классический вариант, к которому я была готова. Австралийский мы имеем вариант, который доехал до нас сюда, в Эстонию. Это вариант, который рассчитан на широкого потребителя. Это не значит, что всё австралийское вино такое. Как я уже сказала, это вино, которое покорило Францию в середине 20 века. Значит, что в самой Австралии можно попробовать потрясающий вариант. Вообще, я очень рада, что я в два раза не ошиблась и попробовала сегодня два замечательных вина, которые вам смело рекомендую. Пробуйте, экспериментируйте, наслаждайтесь вином. А я с вами сегодня прощаюсь. На этом всё. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok